Я хотел бы сообщить о раннем исламе на юге Центральной Азии, о новых археологических исследованиях в горной зоне Узбекистана. В Центральном Узбекистане это Джазакская область, отроги Памирского хребта, самые северо-западные отроги. Археологическими исследованиями вообще ранние исламские общины Центральной Азии в основном исследования фокусируются на равнинах городских общин, сообществах. Потому что Узбекистан находится в среднеазиатском междуречии, здесь представлена и горная зона, и степи, и пустыни, но в основном жизнь концентрировалась в земледельческих оазисах. Это вот долины рек крупных таких, как Сырдарья, Амударья, Зеравшан, Сангзар и так далее. В этих оазисах так называемых образовывались ранние земледельческие сообщества. Эти вот цивилизации древние, Бактрия, Согд, Хорезм, Фергана, Чач, Ташкент. У нас в Узбекистане уже начиная с 30-х годов, когда формировались так называемые социалистические нации, было предписано, вот среднеазиатские народы, когда создавали первые академические публикации историй, вот история Узбекистана, двухтомник, четырехтомник в 40-х годах, который начал выпускаться, история Казахстана, история Туркменистана и так далее. Они как бы давали направление всем последующим историческим исследованиям. В Узбекистане было сказано, что узбеки являются наследниками древних земледельческих культур. Такое же происходило, как я знаю, в Азербайджане. То есть этим самым наша историческая элита, она была как бы отстранена, отчуждена от тюркского мира, потому что в наших изданиях академических уже в 40-50-х годах все миграции, великое переселение народов, Юэджи, Кушаны, Эфтолиты, Тюркский Каганат и так далее, вплоть до Шейбанида в XVI веке и даже позже, были объявлены захватчиками. И были объявлены как бы игом и захватчиками. Поэтому узбекские ученые постоянно изучали, так же и археологи, они изучали в основном земледельческие культуры, урбанизированные оазисы, городскую культуру, ремесло. Но если учесть географию, вообще статистика, обратите внимание на статистику, можно видеть, что только 10% всей территории Узбекистана на сегодняшний день, только 10% это орошаемая, так называемая, культивируемая зона земледельческая. Остальные 90% территории Узбекистана это горы и степи. Горы и степи ни топографами военными, ни археологами не изучались, они только изучались геологами, не даже этнографами, то есть слабо изучались. Почему? Потому что основная жизнь концентрировалась в оазисах, и было сказано, что вот вы узбекский народ, вы просто язык поменяли, в основном вы являетесь наследниками древних бактрийцев, харизмийцев, сагдийцев и так далее. Но археологические карты, которые создавались на основе сводов археологических памятников, точно так же мало учитывали степные и горные регионы. В последние годы мы здесь, в Национальном центре археологии, вообще в Институте археологии, в Академии наук, начали изучение так называемых не сельскохозяйственных, не орошаемых территорий. И уже вот, например, в Ташкентской области, только в Ахангаранском районе, один район небольшой, мы нашли 80 памятников новых археологических, которые принадлежат кочевникам, кочевой культуре. Их у нас тоже изучение было слабое, в основном считалось, что они пришли народы, пришли племена, никакого влияния такого действительного, которое можно было видеть, нет с их стороны. И таким образом они не изучались, их карты даже не создавались. В 2011 году мы совместно с американскими коллегами начали изучать, используя современные методы, как дистанционное зондирование, использование спутниковых съемок, географические информационные системы, вообще пространственный анализ, мы изучили вот некоторые отроги Памирского хребта и нашли там памятник, один крупный памятник, около минимум 7 гектаров, находящийся на высоте 2000 метров. Он оказался ранне исламским. Я бы хотел здесь сообщить о геофизических, магнитометрических исследованиях вот на этом памятнике, где мы обнаружили ранне исламский некрополь. Памятник называется Таш-Булак, юго-восток Узбекистана. И радиокарбонная датировка основания некрополя дает середину 8 века, что делает его одним из самых ранних исламских захоронений, зафиксированных в Центральной Азии. По крайней мере, на юге Центральной Азии, в нашей территории, на территории Узбекистана. Я знаю, что на территории Туркменистана, в Мерве, там, арабы раньше пришли туда уже в конце 7 века, там свои гарнизоны обосновали. Но Кутейба уже в 715 году несколько раз брал Бухару, но тюргешские каганы отбирали. И в течение следующих 100 лет то тюркский каганат отбирал, то арабский халифат отбирал крупные города и оазисы. Центральной Азии, Юго-Центральная Азия. Захоронение и положение тел в некрополитаже Булака соответствует исламским канонам, почти аскетической, серьезной форме. Здесь важно постоянство ритуала, который предполагает существование так называемого раннего практикующего сообщества. очень важно этому, оно противоречит известным нарративам сложного обращения в ислам в периферийных земледельческих, то есть контактных зонах кочевых империй, как процесс медленной диффузии. Так считается, что кочевники обращались в ислам очень поздно, медленно, болезненно, поэтому здесь необходимо подчеркнуть важность археологических подходов для документирования разнообразных, различных раннеисламских общин. По всей Центральной Азии археологические исследования раннеисламских общин, вот как сосредотачивались на равнинных территориях, крупных урбанистических центрах, изображая горных и степных, горные и степные сообщества, как население, вовлеченное в неортодоксальные или даже неискренние религиозные практики. Здесь я бы хотел сообщить о результатах именно биоархеологических исследований. Анализ захоронений здесь дает представление о глобальной интеграции и общественной практике мусульманского населения, а именно сам некрополь Ташбулака дает возможность задокументировать динамику исламизации малоизученного вот этого региона. Вот, если дальше пройдем. Уже в период бронзы, это третье-второе тысячелетие до нашей эры, внутрирегиональные связи все больше концентрируются на разных направлениях здесь, в нашем регионе. Среднеазиатский горный коридор, так называемый, вот Inner Asian Mountain Corridor он называется, от Гиндукуша до Алтая, это предгорье, это территория массового передвижения сельхозкультур и других товаров по Евразии, где, в свою очередь, эти сельхозкультуры и продукты были активно использованы различными группами кочевников. Вот, недавние археологические исследования, фокусирующие внимание на средневековом периоде, именно от VIII до XIII века, показывают, что горные районы Центральной Азии присутствовали в социально-политической мозаике сформированных коммуникаций и торговлей по этому известному миру, что мы называем обширными сетями шелкового пути. Эти зоны также были местом для различных общин с широким кругом интересов, от высокомобильных скотоводов до жителей земледельческих поселений. В отличие от этого акцента на взаимосвязанности и обмене, нарратив о внедрении исламских традиций в сельские и приграничные регионы в первую очередь остается повествованием об однонаправленной колонизации. То есть имеется в виду, только исламизировались те участки, те зоны, которые были заняты арабами начиная с начала VIII века вплоть до X. В этих рамках неортодоксальные практики рассматриваются как искаженные или раздавленные версии культурных норм, отличавшихся от норм настоящего, так называемого, настоящего городского центра или центров культурного производства. Действительно, существует пляше, то есть стереотип, что ислам поздно распространялся на кочевников в Центральной Азии. Например, правитель Харасана инициировал исламизацию гор и степей Средней Азии в начале IX века, хотя этот процесс описывается как спорадический, безуспешный вплоть до XIII века. Некоторым практикующим суфьям, например, Ахмеду Яссави приписывается возможное обращение кочевых групп отчасти за счет интеграции исламских и местных практик. Например, сам Ахмед Яссави, он, хотя вот в Южном Казахстане там жил, у него свои сподвижники были, мюриды были, то есть ученики, он учился в Бухаре, в Медресе, и время от времени посещал бухарскую элиту богословов. И есть данные, что иногда он, когда объяснял, как он там распространяет ислам, его обвиняли, потому что он делал зикр со звуком. те слова, те дуа, те предписания, молитвы, которые нужно было про себя говорить, он делал открыто, вслух. И когда он об этом рассказывал в Бухаре, его обвиняли, говорит, ты искажаешь ислам, а он говорил, а там местная культура такая, там кочевники такие, я по-другому не могу их обратить в ислам. То есть вот есть, и некоторым суфиям предписывается, что они обращали ислам. Даже в позднем, 14-15 веке тоже есть многие суфии, которые обращали в ислам кочевников. Из-за акцента на кочевников во многих из этих исторических источниках сельские и высокогорные, степные регионы часто приравниваются к этим группам в общих повествованиях, маскируя социальное и экономическое разнообразие. То есть мы не знаем, что именно происходило, что творилось. А вот средневековый некрополь Ташбулака в высокогорном населенном пункте, который находится на высоте около 2000 метров, историческая территория Уст-Рушаны, район, окружающий реку Зеравшан, дает возможность отказаться от моделей, как вот раньше говорил господин Крадин, моделей ядров периферия, изучить религиозный ландшафт высокогорной Центральной Азии сквозь так называемую многомерную призму. Мы очерчиваем горную местность Центральной Азии как границу, делая упор на активной адаптации и участии кочевников, в активном участии кочевников политических и общественных событиях разного масштаба. Памятник Ташбулак, вот я сейчас вам расскажу. Здесь справа, на изображении справа, это магнитометрическая карта территории. И здесь вот кругом, синим кругом очерчены вот эти вот ряды с мелкими квадратиками. Это оказался некраком. Вот справа от него, это весь городок. Весь городок, он виден на магнитометрической карте. Магнитометр, это тоже один из современных методов. Он изучает подземные грунтовые слои на основе различных частот, которые он посылает под землю до 3, 4, 5 метров. И он на различных отдачах оттуда, как эхолот, он проверяет подземный грунт. Вот эта территория, вот она, в увеличенном виде. Он сверху, его не выделить, его не видно сверху. Но видно, что здесь рядами расположены квадратики, прямоугольники такие. И когда мы попытались раскопать, получилось, что это большое кладбище средневековое, раннесредневековое. И это вот сверху, эта часть, которая попала под карту магнитометрии, а снизу, это те участки, которые мы потом на глаз определяли, закладывали шурфы, проверяли, и территорию всего Некрополя. То есть он оказался огромным, около 800 погребений здесь имеется, хотя городок 7-гектарный, он существовал с середины где-то 8 века до 11 века. Там есть как бы Тургеши и Караханиды. Вот. Здесь, сейчас я расскажу, какие вообще. 40, 40 мы здесь скрыли погребений, из них основную часть составляют в половом отношении женщины, различных возрастных групп, есть младенцы, то есть, что говорит о том, что этот памятник не был сезонным, это не памятник горняков, не горники. Материальная культура показывает, что это кочевники, потому что низменные, равнинные центры в этот же период имеют совсем иную материальную культуру, то есть у них высококачественная керамика, серийная, она такая с глазурью, здесь глазурованных сатурев почти нет, почти на 99,9% здесь ручной отделки, лепная керамика с расписными узорами, орнаментацией расписной, которая встречается именно в периферийных, для земледельских азисов, в периферийных районах, для кочевников степей, она основная керамика, то есть вся керамика, не только керамика, и другие предметы ремесла говорят о том, что это территория кочевий, здесь невозможно иметь дело с орошением вообще, здесь 6 месяцев зима, здесь очень холодно, здесь и сейчас не произрастают никакие сельхозкультуры, то есть это вот альпийский лук так называемый, здесь арча, можжевельник, леса арчовые, и вот между ними вот такой вот городок, здесь, когда проводились геофизические исследования, мы обнаружили за городом огромные такие конструкции, которые длинные, огромные, со стенами из сердцового кирпича, которые пока еще не исследованы, но мы считаем, что это загоны для скота, что не встречается на равнинных земледельческих памятниках, вот, с другой стороны, вот, мусульманские погребальные обряды, вот, если говорить о мусульманских погребальных обрядах, это определяющий компонент исламской идентичности, следует универсальным предприятиям. Мусульманских раз две минуты. Ага, хорошо. То есть, здесь они, эти погребения, они сугубо мусульманские, никаких предметов не обнаружено, они по всем канонам ислама закопаны здесь, погребены, но они являются самыми ранними, вот, я сейчас вам покажу, вот, датировка, это несколько дат, шесть дат радиокарбонных, самые, справа, вот эта вот колонка, 720 год показывает. 720 год таких мусульманских погребений в Средней Азии, даже если мы не будем, даже мы проигнорируем одну дату 720, будем иметь в виду только 830, то есть середина 9 века, это тоже самый ранний памятник мусульманский получается во всей Средней Азии, то есть на Афросиаде, на Токкале в Хорезме, в других крупногородских центрах, самые ранние исландские погребения появляются в 10 веке здесь на 100 лет раньше, то есть что мы хотим сказать, это вот датировка, мы хотим сказать, что скорее всего как проникал сюда ислам, он это периферийная территория, она отдаленная, она горная, степная, сюда мы знаем, что в период Амиядов в Иране, в Харасане очень много восстаний происходило, которые вот черноодежники, белодежники, такие как Муканна восстания были, вы знаете, они очень сильно с большой силой со стороны халифатских войск затушевывались, их разные гонения были на них, они уходили. И есть у Джахиза тоже 9 век некоторые данные, что уходили они в степь к кочевникам, к тюркам. Иногда, конечно, тюрки их не принимали, возможно, разные ситуации были, но именно в нашем случае получается, что какая-то группа очень аскетичная, очень которая следует всем канонам ислама, именно в погребальной культуре, она появляется в степной зоне, в зоне тюрков здесь очень рано, на 100 лет раньше, чем в городах, чем в крупных сельскохозяйственных и урбанизированных центрах, и своего рода она здесь как бы для кочевников создает сервис, службу погребения, потому что оно живет здесь более 200 лет, более 200 лет, обращая потихоньку в ислам и кочевников. мы взяли анализы на ДНК генетические, скоро будут результаты из Гарвардского университета, посмотрим именно каким гаплогруппам они относятся, может быть ранние будут ближневосточные индивиды, а поздние будут уже наши среднеазиатские индивиды, возможно, мы так предполагаем. Вот, вкратце вот так, спасибо за внимание. Спасибо.